Глава 4. Он сказал Ольге, что переговорил с братом хозяйки и скороговоркой прибавил от себя, что есть надежда на этой неделе передать квартиру. Ольга поехала с теткой с визитом до обеда, а он пошел глядеть квартиру поблизости. Заходил в два дома. В одном нашел квартиру в четыре комнаты за четыре тысячи ассигнациями. В другом за пять комнат просили шесть тысяч рублей. Ужас, ужас, твердил он, зажимая уши и убегая от изумленных дворников. Прибавив к этим суммам тысячу с лишним рублей, которые надо было заплатить пшеницыной, он от страха не поспел вывести итога и только прибавил шагу и побежал к Ольге. Там было общество. Ольга была одушевлена, говорила, пела и произвела фурор. Только Обломов слушал рассеянно, а она говорила и пела для него, чтоб не сидел по весе нос, опустя веки, чтоб все говорила и пела беспрестанно в нем самом. «Приезжай завтра в театр, у нас ложа», — сказала она. «Вечером погрязи эдакую даль», — подумал Обломов, но, взглянув ей в глаза, отвечал на ее улыбку улыбкой согласия. «Абонируйся в кресло», — прибавила она. «На той неделе приедут Маевские. Тетушка пригласила их к нам в ложу». И она глядела ему в глаза, чтобы знать, как он обрадуется. «Господи», — подумал он в ужасе, — «а у меня всего 300 рублей денег». «Вот попроси барона, он там со всеми знаком. Завтра же пошлет за креслами». И она опять улыбнулась. И он улыбнулся, глядя на нее, и с улыбкой просил барона. Тот тоже с улыбкой взялся послать за билетом. «Теперь в кресле. А потом, когда ты кончишь дела», — прибавила Ольга, — «ты уж займешь по праву место в нашей ложе». И она окончательно улыбнулась, как улыбалась, когда была совершенно счастлива. Ух, каким счастьем вдруг пахнуло на него, когда Ольга немного приподняла завесу обольстительной дали, прикрытой как цветами улыбками. Обломов и про деньги забыл. Только когда на другой день утром увидел мелькнувший вдруг мимо окон пакет братца, он вспомнил про доверенность и просил Ивана Матвеевича засвидетельствовать ее в палате. Тот прочитал доверенность, объявил, что в ней есть один неясный пункт и взялся прояснить. Бумага была вновь переписана, наконец засвидетельствована и отослана на почту. Обломов с торжеством объявил об этом Ольге и успокоился надолго. Он радовался, что до получения ответа квартиры приискивать не понадобится и деньги понемногу заживаются. Оно бы и тут можно жить, думал он, да далеко от всего, а в доме у них порядок строгий и хозяйство идет славно. В самом деле хозяйство шло отлично. Хотя Обломов держал стол особо, но глаз хозяйки бодрствовал и над его кухней. Илья Ильич зашел однажды в кухню и застал Агафью Матвеевну с Анисией чуть ли не в объятиях друг друга. Если есть симпатия душ, если родственные сердца чуют друг друга издалека, то никогда это не доказывалось так отчетливо, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Анисии. С первого взгляда, слова и движения они поняли и оценили одна другую. По приемам Анисии, потому как она, вооруженная кочергой и тряпкой, засученными рукавами, в пять минут привела полгода нетопленную кухню в порядок, как смахнула щеткой разом пыль с полок со стен и со стола, какие широкие размахи делала метлой по полу и по лавкам, как мгновенно выгребла из печки залу. Агафья Матвеевна оценила, что такое Анисия и какая бы она, великая сподручница, была ее хозяйственным распоряжением. Она дала ей с той поры у себя место в сердце. И Анисия, в свою очередь, поглядев однажды только, как Агафья Матвеевна царствует в кухне, как соколиными очами без бровей видит каждое неловкое движение неповоротливой акулины, как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца безошибочно решает, сколько курицы месяцев от роду, давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат, она с удивлением и почтительной боязнью возвела на нее глаза и решила, что она, Анисия, миновала свое назначение и что поприще ее не кухня обломова, где торопливость ее, вечно бьющаяся нервическая лихорадочность движений устремлена только на то, чтобы подхватить на лету уроненную Захаром тарелку или стакан, и где опытность ее и тонкость соображения подавляются мрачной завистью и грубым высокомерием мужа. Две женщины поняли друг друга и стали неразлучны. Когда Обломов не обедал дома, Анисия присутствовала на кухне хозяйки, и из любви к делу бросалась из угла в угол, сажала, вынимала горшки, почти в одно и то же мгновение отпирала шкаф, доставала, что надо, и захлопывала прежде, нежели Акулина успеет понять, в чем дело. Зато наградой Анисия был обед, чашек шесть кофе утром и столько же вечером, и откровенный, продолжительный разговор, иногда доверчивый шепот с самой хозяйкой. Когда Обломов обедал дома, хозяйка помогала Анисии, то есть указывала словом или пальцем, пора ли или рано вынимать жаркое, надо ли к соусу прибавить немного красного вина или сметаны, или что рыбу надо варить не так, а вот как. И, боже мой, какими знаниями поменялись они в хозяйственном деле. Не по одной только кулинарной части, но и по части холста, ниток, шитья, мытья белья, платьев, чистки блонд, кружев, перчаток, выведения пятен из разных материй, также употребления разных домашних лекарственных составов, трав, всего, что внесли в известную сферу жизни наблюдательный ум и вековые опыты. Илья Ильич встанет утром часов в девять, иногда увидит сквозь решетку забора мелькнувший бумажный пакет под мышкой уходящего в должность братца, потом примется за кофе. Кофе все такой же славный, сливки густые, булки сдобные, рассыпчатые. Потом он примется за сигару и слушает внимательно, как тяжело кудахчет наседка, как пищат цыплята, как трещат канарейки и чижи. Он не велел убирать их. Деревню напоминают, обломовку, сказал он. Потом сядет дочитывать начатые на даче книги, иногда приляжет небрежно с книгой на диван и читает. Тишина идеальная. Пройдет разве солдат какой-нибудь по улице или кучка мужиков с топорами за поясом. Редко-редко забредется в глушь разносчик и, остановясь перед решетчатым забором, с полчаса горланит яблоки, арбузы астраханские, так что нехотя купишь что-нибудь. Иногда придет к нему Маша, хозяйская девочка, от маменьки, сказать, что грузди или рыжики продают. Не велит ли он взять кадочку для себя? Или зазовет он к себе Ваню, ее сына, спрашивает, что он выучил, заставит прочесть или написать и посмотрит, хорошо ли он пишет и читает. Если дети не затворят дверь за собой, он видит голую шею и мелькающие, вечно движущиеся локти и спину хозяйки. Она все за работой. Все что-нибудь гладит, толчет, трет и уже не церемонится, не накидывает шаль, когда заметит, что он видит ее сквозь полуотворенную дверь, только усмехнется и опять заботливо толчет, гладит и трет на большом столе. Он иногда с книгой подойдет к двери, заглянет к ней и поговорит с хозяйкой. — Вы все за работой? — сказал он ей однажды. Она усмехнулась и опять заботливо принялась вертеть ручку кофейной мельницы. И локоть ее так проворно описывал круги, что у Обломова рябило в глазах. — Ведь вы устанете, — продолжал он. — Нет, я привыкла, — отвечала она, треща мельницей. — А когда нет работы, что же вы делаете? — Как нет работы? — Работа всегда есть, — сказала она. — Утром обед готовить, после обеда шить, а к вечеру ужин. — Разве вы ужинаете? — Как же без ужина? — Ужинаем. Под праздник ко всеношной ходим. — Это хорошо, — похвалил Обломов. — В какую же церковь? — К Рождеству это наш приход. — А читаете что-нибудь? — Она поглядела на него тупо и молчала. — Книги у вас есть? — спросил он. — У братца есть. Да они и не читают. Газеты из трактира берем. — Так иногда братец вслух читают. — Да вот у Ванечки много книг. — Уже ли вы никогда не отдыхаете? — Ей-богу, правда. — А в театре не бываете? — Братец на святках бывают. — А вы? Когда мне? — А ужин как? — спросила она, боком поглядев на него. — Кухарка может без вас. — А кулина-то? — с удивлением возразила она. — Как же можно? Что она сделает без меня? Ужин и завтра ему не поспеет. У меня все ключи. Молчание. Обломов любовался ее полными круглыми локтями. — Как у вас хороши руки? — вдруг сказал Обломов. — Можно хоть сейчас нарисовать. Она усмехнулась и немного застыдилась. — Неловко с рукавами, — оправдывалась она. — Нынче ведь вон какие пошли платья. Рукава все выпачкаешь. И замолчала. Обломов тоже молчал. — Вот только до мелю кофе, — шептала про себя хозяйка. — Сахар буду колоть. Еще не забыть за корицей послать. — Вам бы замуж надо выйти, — сказал Обломов. — Вы славная хозяйка. Она усмехнулась и стала пересыпать кофе в большую стеклянную банку. — Право, — прибавил Обломов. — Кто меня с детьми-то возьмет? — отвечала она и что-то начала считать в уме. — Два десятка, — задумчиво говорила она. — Уже ли она их все положит? И, поставив в шкаф банку, побежала в кухню. А Обломов ушел к себе и стал читать книгу. — Какая еще свежая, здоровая женщина и какая хозяйка! Право бы замуж ей, — говорил он сам себе и погружался в мысль об Ольге. Обломов в хорошую погоду наденет фуражку и обойдет окрестность. Там попадет в грязь, здесь войдет в неприятное сношение с собаками и вернется домой. А дома уж накрыт стол. И кушанье такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука с тарелкой. Просят попробовать хозяйского пирога. — Тихо, хорошо в этой стране, только скучно, — говорил Обломов, уезжая в оперу. Однажды, воротясь поздно из театра, он с извозчиком стучал почти час в ворота. Собака от скакания на цепи Илая потеряла голос. Он и зяб, и рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Ну и на другой, и на третий день. И неделя прошла. Он еще не съезжал. Ему было очень скучно не видеть Ольги в неположные дни. Не слышать ее голоса. Не читать в ее глазах все той же неизменяющейся ласки любви счастья. Зато в положные дни он жил, как летом. Заслушивался ее пение или глядел ей в глаза. А при свидетелях довольно было ему одного ее взгляда. Равнодушного для всех, но глубокого и знаменательного для него. По мере того, однако ж, как дело подходило к зиме, свидания их становились реже наедине. К Ильинским стали ездить гости, и Обломову по целым дням не удавалось сказать с ней двух слов. Они менялись взглядами. Ее взгляды выражали иногда усталость и нетерпение. Она с нахворенными бровями глядела на всех гостей. Обломов раза два даже соскучился, и после обеда однажды взялся было за шляпу. — Куда? — вдруг с изумлением спросила Ольга, очутясь подле него и хватая за шляпу. — Позвольте домой. — Зачем? — спросила она. Одна бровь у ней лежала выше другой. — Что вы станете делать? — Я так, — говорил он, едва тараща глаза от сна. — Кто ж вам позволит? Уж не спать ли вы собираетесь? — спрашивала она, строго поглядев ему попеременно в один глаз, потом в другой. — Что вы? — живо возразил Обломов. — Спать днем? Мне просто скучно. И он отдал шляпу. — Сегодня в театр, — сказала она. — Не вместе в ложу, — прибавил он со вздохом. — Так что же? А это разве ничего, что мы видим друг друга? Что ты зайдешь в антракте, при разъезде подойдешь, подашь руку до кареты? — Извольте ехать, — повелительно прибавила она. — Что это за новости? — Нечего делать. Он ехал в театр, зевал, как будто хотел вдруг проглотить сцену, чесал затылок и перекладывал ногу на ногу. — Ах, скорее бы кончить, да сидеть рядом с ней. Не таскаться такую даль сюда, — думал он. А то после такого лета, да еще видеться урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика. Правду сказать, я бы сегодня не поехал в театр, если б уж был женат. Шестой раз слышу эту оперу. В антракте он пошел в ложу к Ольге. Едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Через пять минут он ускользнул и остановился у входа в кресло, в толпе. Акт начался, и все торопились к своим местам. Франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова. — Что это за господин был сейчас в ложе у Ильинских? — спросил один у другого. — Это Обломов какой-то, — небрежно отвечал другой. — Что это за Обломов? — Это помещик, друг Штольца. — А-а-а, — значительно произнес другой. — Друг Штольца? — Что ж он тут делает? — Бог его знает, — отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора. — Что за господин? Какой-то Обломов. Что он тут делает? — Бог его знает. — Все это застучало ему в голову. — Какой-то. Что я тут делаю? Как что? Люблю Ольгу, я ее. Однако ж, вот уж в свете родился вопрос. Что я тут делаю? Заметили. Ах, боже мой. Как же, надо что-нибудь делать. Он уж не видел, что делается на сцене, какие там выходят рыцари и женщины. Оркестр гремит, а он и не слышит. Он озирается по сторонам и считает, сколько знакомых в театре. — Вон тут, там, везде сидят. Все спрашивают, что это за господин входил к Ольге в ложу. — Какой-то Обломов, — говорят все. — Да, я какой-то, — думал он в робком унынии. — Меня знают, потому что я друг Штольца. Зачем я у Ольги? Бог знает. Вон, вон эти франты смотрят на меня, потом на ложу Ольги. Он взглянул на ложу. Бинокль Ольги устремлен был на него. — Ах ты, Господи! — думал он. — А она глаз не спускает с меня. Что она нашла во мне такого? Экое сокровище далось. Вон, кивает теперь, на сцену указывает. Франты, кажется, смеются и смотрят на меня. Господи, Господи! Он опять в волнении неистово почесал затылок, опять переложил ногу на ногу. Она завала Франтов из театра пить чай, обещала повторить каватину и ему велела приехать. — Нет уж, сегодня не поеду. Надо решить дело скорей. Да потом. — Что это? Ответа поверенной не шлет из деревни. Я бы давно уехал, перед отъездом обручился бы с Ольгой. — Ах, она все смотрит на меня. Беда права. Он, не дождавшись конца оперы, уехал домой. Мало-помало впечатление его изгладилось. И он опять с трепетом счастья смотрел на Ольгу наедине, слушал с подавленными слезами восторга ее пения при всех и, приезжая домой, ложился без ведома Ольге на диван, но ложился не спать, не лежать мертвой колодой. А мечтать о ней. Играть мысленно в счастье и волноваться, заглядывая в будущую перспективу своей домашней мирной жизни, где будет сиять Ольга. И все засияет около нее. Заглядывая в будущее, он иногда невольно, иногда умышленно заглядывал в полуотворенную дверь и на мелькавшие локти хозяйки. Однажды тишина в природе и в доме была идеальная. Ни стук у карет, ни хлопанье дверей. В передней на часах мерно постукивал маятник, да пели канарейки. Но это не нарушает тишины, а придает ей только некоторый оттенок жизни. Илья Ильич лежал небрежно на диване, играя туфлей. Ронял ее на пол, поднимал на воздух, повертит там. Она упадет, он подхватывает с полу ногой. Вошел Захар и стал у дверей. — Ты что? — небрежно спросил Обломов. Захар молчал и почти прямо, ни стороной, глядел на него. — Ну? — спросил Обломов, взглянув на него с удивлением. — Пирог, что ли, готов? — Вы нашли квартиру? — спросил, в свою очередь, Захар. — Нет еще? А что? — Да я не все еще разобрал. Посуду, одежка, сундуки. Все еще в чулане горой стоят. Разбирать, что ли? — Погоди, — рассеянно сказал Обломов. — Я жду ответа из деревни. — Стало быть, свадьба-то после Рождества будет? — прибавил Захар. — Какая свадьба? — вдруг встав, спросил Обломов. — Известно, какая. Ваша, — отвечал Захар положительно, как о деле каком-то решенном. — Ведь вы женитесь. — Я женюсь? На ком? — с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумленными глазами. — На Ильинской, барыш! — Захар еще не договорил, а Обломов был у него почти на носу. — Что ты несчастный? Кто тебе внушил эту мысль? — патетически сдержанным голосом воскликнул Обломов, напирая на Захара. — Что я за несчастный? Слава тебе, Господи! — говорил Захар, отступая к дверям. — Кто? — Люди Ильинские еще летом сказывали. — Тссс! — зашипел на него Обломов, подняв палец вверх и грозя на Захара. — Ни слова больше! — Разве я выдумал? — говорил Захар. — Ни слова! — повторил Обломов, грозно глядя на него и указав ему на дверь. Захар ушел и вздохнул на все комнаты. Обломов не мог опомниться. Он все стоял в одном положении, с ужасом глядел на то место, где стоял Захар. Потом в отчаянии положил руки на голову и сел в кресло. — Люди знают! — ворочалось у него в голове. — По лакейским, по кухням толки идут. Вот до чего дошло. Он осмелился спросить, когда свадьба. — А тетка еще не подозревает? Или, если подозревает, то, может быть, другое, недоброе? — Ай-яй-яй! Что она может подумать? — А я? А Ольга? — Несчастный! Что я наделал? — говорил он, переваливаясь на диван лицом к подушке. — Свадьба! Этот поэтический миг в жизни любящих, венец счастья. О нем заговорили лакей и кучера, когда еще ничего не решено, когда ответа из деревни нет, когда у меня пустой бумажник, когда квартира не найдена. Он стал разбирать поэтический миг, который вдруг потерял краски, как только заговорил о нем Захар. Обломов стал видеть другую сторону медали и мучительно переворачивался с боку на бок, ложился на спину, вдруг вскакивал, делал три шага по комнате и опять ложился. — Ну, не бывать добру! — думал со страхом Захар у себя в передней. — Эк меня дернуло нелегкое! — Откуда они знают? — твердил Обломов. Ольга молчала. Я и подумать вслух не смел. А в передней все решили. Вот что значит свидание наедине, поэзия утренних и вечерних зорь, страстные взгляды и обаятельное пение. Ох уж эти поэмы любви! Никогда добром не кончаются. Надо прежде стать под венец и тогда плавать в розовой атмосфере. Боже мой! Боже мой! Бежать к тетке, взять Ольгу за руку и сказать «Вот моя невеста». Да не готова ничего. Ответа из деревни нет. Денег нет, квартиры нет. Нет. Надо выбить прежде из головы Захара эту мысль. Затушить слухи, как пламя, чтоб оно не распространилось. Чтоб не было огня и дыма. Свадьба. Что такое свадьба? Он было улыбнулся, вспомнив прежний свой поэтический идеал свадьбы. Длинное покрывало, померанцевую ветку, шепот толпы. Но краски были уже не те. Тут же в толпе был грубый, неопрятный Захар и вся дворня Ильинских. Ряд карет, чужие, холодно любопытные лица. Потом, потом померещилось все такое скучное, страшное. «Надо выбить из головы Захару эту мысль, чтоб он счел это за нелепость», – решил он. То судорожно волнуясь, то мучительно задумываясь. Через час он кликнул Захара. Захар притворился, что не слышит, и стал был потихоньку выбираться на кухню. Он уж отворил без скрипу дверь, да не попал боком в одну половинку и плечом так задел за другую, что обе половинки распахнулись с грохотом. Захар повелительно закричал Обломов. «Чего вам?» – из передней отозвался Захар. «Поди сюда», – сказал Илья Ильич. «Подать, что ли, что? Так говорите, я подам», – ответил он. «Поди сюда», – расстановисто и настойчиво произнес Обломов. «Ах, смерть не идет», – прохрепел Захар, влезая в комнату. «Ну, чего вам?» – спросил он, увязнув в дверях. «Подойди сюда», – торжественно таинственным голосом говорил Обломов, указывая Захару, куда стать. И указал так близко, что почти пришлось бы ему сесть на колени барину. «Куда я туда подойду? Там тесно, я и отсюда слышу», – отговаривался Захар, остановясь упрямо у дверей. «Подойди, тебе говорят», – грозно произнес Обломов. Захар сделал шаг и стал как монумент, глядя в окно на бродивших кур и подставляя барину как щетку бакенбарду. Илья Ильич в один час от волнения изменился, будто осунулся в лице. Глаза бегали беспокойно. «Ну, будет теперь», – подумал Захар, делаясь мрачнее и мрачнее. «Как ты мог сделать такой несообразный вопрос барину?» – спросил Обломов. «Вон, а пошел», – думал Захар, крупно мигая в тоскливом ожидании жалких слов. «Я тебя спрашиваю, как ты мог забрать такую нелепость себе в голову?» – повторил Обломов. Захар молчал. «Слышишь, Захар, зачем ты позволяешь себе не только думать, даже говорить?» «Позвольте, Илья Ильич, я лучше Анисью позову», – отвечал Захар и шагнул было к двери. «Я хочу с тобой говорить, а не с Анисьей», – возразил Обломов. «Зачем ты выдумал такую нелепость?» «Я не выдумывал», – сказал Захар. «Ильинские люди сказывали». «А им кто сказывал?» «Я почем знаю?» Катя сказала Семену. «Семен Никите, Никита Василисе, Василиса Анисье. А Анисье мне», – говорил Захар. «Господи, господи, все!» – с ужасом произнес Обломов. «Все это вздор, нелепость, ложь, клевета. Слышишь ли ты?» – постучав кулаком об стол, сказал Обломов. «Этого быть не может». «А чего не может быть?» – равнодушно перебил Захар. «Дело обыкновенное, свадьба. Не вы один, все женятся». «Все», – сказал Обломов. «Ты мастер равнять меня с другими, да со всеми. Это быть не может. И нет, и не было. Свадьба, обыкновенное дело, слышите? Что такое свадьба?» Захар взглянул было на Обломова. Да увидал яростно устремленные на него глаза и тотчас перенес взгляд направо, в угол. «Слушай, я тебе объясню, что это такое». «Свадьба, свадьба», – начнут говорить праздные люди, разные женщины, дети, по лакейским, по магазинам, по рынкам. Человек перестает называться Ильей Ильичем или Петром Петровичем, а называется «жених». «Вчера на него никто и смотреть не хотел, а завтра все глаза пучат, как на шельму какую-нибудь. Ни в театре, ни на улице прохода не дают. «Вон, вон, жених!» – шепчут все. «А сколько человек подойдет к нему в день, всякий норовит сделать рожу поглупее. Вот как у тебя теперь». Захар быстро перенес взгляд опять на двор. «И сказать что-нибудь понелепее», – продолжал Обломов. «Вот оно, какое начало. А ты езди каждый день, как окаянный, с утра к невесте, да все в палевых перчатках, чтоб у тебя платье с иголочки было, чтоб ты не глядел скучно, чтоб не ел, не пил, как следует, обстоятельно. А так ветром бы жил, да букетами. Это месяцы три-четыре, видишь? Так как же я-то могу?» Обломов остановился и посмотрел, действует ли на Захара это изображение неудобства женитьбы. «Идти, что ли, мне?» – спросил Захар, оборачиваясь к двери. «Нет, ты постой. Ты мастер распускать фальшивые слухи. Так узнай, почему они фальшивые». «Что мне узнавать?» – говорил Захар, осматривая стены комнаты. «Ты забыл, сколько беготни, суматохи и у жениха, и у невесты». «А кто у меня? Ты, что ли, будешь бегать по портным, по сапожникам, к мебельщику?» «Один я не разорвусь на все стороны». «Все в городе узнают. Обломов женится, вы слышали? Уже ли, на ком, кто такая, когда свадьба?» – говорил Обломов разными голосами. «Только и разговора. Да я измучусь слягу от одного этого, а ты выдумал свадьба». Он опять взглянул на Захара. «Позвать, что ли, Анисию?» – спросил Захар. «Зачем Анисию?» «Ты, а не Анисия, допустил это необдуманное предположение». «Ну за что это наказал меня Господь сегодня?» – прошептал Захар, вздохнув так, что у него приподнялись даже плечи. «А издержки какие?» – продолжал Обломов. «А деньги где? Ты видел, сколько у меня денег?» – почти грозно спросил Обломов. «А квартиры где?» «Здесь надо тысячу рублей заплатить. Да нанять другую. Три тысячи дать. Да на отделку сколько. А там экипаж, повар, на прожиток. Где я возьму?» «Как же с тремястами душ женятся другие?» – возразил Захар. Да и сам раскаялся, потому что барин почти вскочил с кресла. Так и припрыгнул на нем. «Ты опять другие!» «Смотри!» – сказал он, погрозив пальцем. «Другие в двух, много в трех комнатах живут. И столовая, и гостиная – все тут. А иные и спят тут же. Дети рядом. Одна девка на весь дом служит. Сама барыня на рынок ходит. А Ольга Сергеевна пойдет на рынок?» «На рынок-то и я схожу», – заметил Захар. «Ты знаешь, сколько дохода с Обломовки получаем?» – спрашивал Обломов. «Слышишь, что староста пишет?» «На ходу, тысячи яко две помене. А тут дорогу надо строить, школу заводить, в Обломовку ехать. Там негде жить, дома еще нет. Какая же свадьба? Что ты выдумал?» Обломов остановился. Он сам пришел в ужас от этой грозной, безотрадной перспективы. Розы, померанцевые цветы, блистание праздника, шепот удивления в толпе – все вдруг померкло. Он изменился в лице и задумался. Потом понемногу пришел в себя, оглянулся и увидел Захара. «Что ты?» – спросил он угрюмо. «Ведь вы велели стоять!» – сказал Захар. «Поди!» – с нетерпением махнул ему Обломов. Захар быстро шагнул к двери. «Нет, постой!» – вдруг остановил Обломов. «То поди, то постой!» – ворчал Захар, придерживаясь рукой за дверь. «Как же ты смел распускать про меня такие ни в чем несообразные слухи?» – с тревожным шепотом спрашивал Обломов. «Когда же я, Илья Ильич, распускал?» «Это не я, а люди Ильинские сказывали, что барин дискать сватался!» «Тссс!» – зашипел Обломов, грозно махая рукой. «Ни слова никогда, слышишь?» «Слышу!» – робко отвечал Захар. «Не станешь распространять этой нелепости?» «Не стану!» – тихо отвечал Захар, не поняв половины слов и зная только, что они жалкие. «Смотри же! Чуть услышишь! Заговорят об этом! Спросят! Скажи, это вздор! Никогда не было и быть не может!» – шепотом добавил Обломов. «Слушаю!» – чуть слышно прошептал Захар. Обломов оглянулся и погрозил ему пальцем. Захар мигал испуганными глазами и на цыпочку уходил было к двери. «Кто первый сказал об этом?» – догнав, спросил его Обломов. «Катя сказал Семену! Семен Никите!» – шептал Захар. «Никита Василисе!» «А ты всем разболтал! Я тебя!» – грозно шепел Обломов. «Распускать клевету про барина, а?» «Что вы томите меня жалкими-то словами!» – сказал Захар. «Я позову Анисью, она все знает!» «Что она знает? Говори сейчас же!» Захар мгновенно выбрался из двери и с необычайной быстротой шагнул в кухню. «Брось сковороду! Пошла к барину!» – сказал он Анисье, указав ей большим пальцем на дверь. Анисье передала сковороду Акулине, выдернула из-за пояса подол, ударила ладонями по бедрам и, утерев указательным пальцем нос, пошла к барину. Она в пять минут успокоила Илью Ильича. Сказав ему, что никто о свадьбе ничего не говорил. Вот побожиться не грех и даже образ со стены снять. И что она в первый раз об этом слышит. Говорили, напротив, совсем другое, что барон, слышишь, сватался за барышню. «Как барон?» – вскочив вдруг, спросил Илья Ильич. И у нее поледенело не только сердце, но руки и ноги. «И это вздор!» – поспешила сказать Анисье, видя, что она из огня попала в полымя. «Это Катя только Семену сказала. Семен Марфе. Марфа переврала все Никите. А Никита сказал, что хорошо, если б ваш барин Илья Ильич посватал барышню». «Какой дурак этот Никита!» – заметил Обломов. «Точно, что дурак!» – подтвердила Анисье. «Он и за каретой, когда едет, так словно спит». «Да и Василиса не поверила!» – с короговоркой продолжала она. «Она еще в успении в день говорила ей. А Василисе рассказывала сама няня, что барышня и не думает выходить замуж. Что статочное ли дело, чтоб ваш барин давно не нашел себе невесты, кабы захотел жениться. И что еще недавно она видела Самойлу. Так тот даже смеялся этому. Какая, дескать, свадьба? И на свадьбу не похоже. А скорее на похороны. Что у тетеньки все головка болит, а барышня плачут да молчат. Да в доме и приданного не готовят. У барышни чулков пропасть не штопанных. И те не соберутся заштопать. Что на той неделе даже заложили серебро. «Заложили серебро? И у них денег нет?» Подумал Обломов с ужасом, поводя глазами по стенам и останавливая их на носу Анисье. Потому что на другом остановить их было не на чем. Она как будто и говорила все это не ртом, а носом. «Смотри же, не болтать пустяков!» Заметил Обломов, грозя ей пальцем. «Какое болтать? Я и в мыслях не думаю. Не токмо что болтать!» Трещала Анисье, как будто лучину щипала. Да ничего и нет. В первый раз слышу сегодня. Вот перед Господом Богом сквозь землю провалиться. Удивилась, как барин молвил мне. Испугалась, даже затряслась вся. Как это можно? Какая свадьба? Никому и во сне не грезилась. Я ни с кем ничего не говорю, все на кухне сижу. С ильинскими людьми не виделась с месяц. Забыла, как их и зовут. А здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговору, что о хозяйстве. С бабушкой говорить нельзя. Та кашляет. Да и на ухо крепка. Акулина дура набитая. А дворник пьяница. Остаются ребятишки только. С теми, что говорить. Да я и барышню в лицо забыла. «Ну-ну-ну!» Говорил Обломов, с нетерпением махнув рукой, чтоб она шла. «Как можно говорить, чего нет?» Договаривала Анисье, уходя. «А что Никита сказал, так для дураков закон не писан. Мне самой в голову-то не придет. День-деньской маешься, маешься, да того ли. Бог знает, что это. Вот образ-то на стене». И вслед за этим говорящий нос исчез за дверь, но говор еще слышался с минуту за дверью. «Вот оно что!» И Анисье твердит. «Статочное ли дело?» Говорил шепотом Обломов, складывая ладони вместе. «Счастье-счастье!» Едко проговорил он потом. «Как ты хрупко, как ненадежно. Покрывало, венок, любовь, любовь. А деньги где? А жить чем? И тебя надо купить. Любовь, чистое законное благо». С этой минуты мечты и спокойствия покинули Обломова. Он плохо спал, мало ел, рассеянно и угрюмо глядел на все. Он хотел испугать Захара, а испугался сам больше его, когда вникнул в практическую сторону вопроса о свадьбе. И увидел, что это, конечно, поэтический, но вместе и практический, официальный шаг к существенной и серьезной действительности и к ряду строгих обязанностей. А он не так воображал себе разговор с Захаром. Он вспомнил, как торжественно хотел он объявить об этом Захару, как Захар завопил бы от радости и повалился ему в ноги. Он бы дал ему 25 рублей, а они си 10. Все вспомнил. И тогдашний трепец счастья, руку Ольге, ее страстный поцелуй и обмер. Поблекло, отошло, раздалось внутри его. Что же теперь? Теперь. Продолжение следует...